Цикломинская библиотека номер 16 представляет презентацию памятники Архангельска. Архангельск является самым крупным городом среди регионов Североевропейской России. Он выступает в роли Центра поморской культуры и северных традиций. За столетия существования города в нем переплелись разные виды архитектуры. Большая часть памятников сооружена в современную эпоху и советское время. Мы совершим небольшое путешествие по улицам Архангельска и увидим, какие же есть памятники в нашем городе. Памятный знак в честь 400-летия города Архангельска Памятный знак был установлен в 1984 году в честь 400-летия города Архангельска на мысе Пур-Наволок. Именно с этого мыса начиналась история города. Центральная стела символизирует носовую часть, причалившую к берегу Ладии. В основании знака помещена памятная доска, где указано, что здесь, на мысе Пур-Наволок, в 1584 году был основан Архангельск, первый морской порт России. Расположен этот памятник на набережной Северной Двины напротив гостиных дворов. Автор монумента, член Союза художников Российской Федерации Игорь Скрипкин. Нулевая верста Верстовые столбы на Руси начали ставить в середине XVIII века. Они обозначают место, откуда ведется отсчет расстояний до других городов. Расстояние тогда мерили в верстах, и поэтому столбы назывались верстовыми. Точками отсчета исторически были городские почтампы. В Архангельске нулевая верста как раз и установлена у главного почтампа города в 1999 году. На пересечении Троицкого проспекта и улицы Воскресенская. Так до Москвы от этой точки 1234 километра. До Санкт-Петербурга 1149 километров. До Северодвинска 40 километров. Памятник Петру I установлен в Архангельске 10 июля 1914 года в память больших заслуг в развитии Архангельска и края. На гранях пятиметрового постамента из серого гранита выбито 4 даты 1693, 1694, 1702 и 1911. Три первые означают годы посещения Петром I Архангельска, а последняя – год создания памятника. Когда с памятника был сдернут чехол, перед горожанами предстала величественная фигура Петра. Рост его равнялся 2 метрам 4 сантиметрам. Петр стоит, опираясь правой рукой на трость, а левой нервно сжимает подзорную трубу. Порывистый, решительный, он весь устремлен вперед. Территорию набережной обсадили деревьями и кустарниками, и образовавшийся бульвар по ходатайству губернатора и высочайшему повелению Николая II весной 1915 года нарекли Петровским. И сегодня, как и много лет назад, это одно из любимых мест для летних прогулок горожан. Памятник изображен на купюре в 500 рублей и находится на перекрестке набережной Северной Двины и улицы Воскресенской. Еще один памятник – памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Старейший монумент Архангельска. Он появился в городе 190 лет назад и за это время несколько раз менял свое расположение. Сейчас памятник выдающемуся ученому находится перед фронтоном здания Северного Арктического Федерального Университета. Автор-скульптор Иван Петрович Мартос. Дата открытия – 1829 год. Деньги на постройку памятника были собраны путем пожертвований со всей России. В 1811 году Россия отмечала 100-летний юбилей со дня рождения великого ученого Михаила Ломоносова. Тогда среди жителей Архангельска впервые обсуждалась идея строительства памятника знаменитому земляку и начался сбор средств. Некоторые исторические документы утверждают, что инициатива принадлежала епископу Неофиту. Идею поддержал адмирал Миницкий, генерал-губернатор города. Он выделил значительную сумму, но ее все равно не хватало. Тогда Миницкий направил письмо ходатайства в столицу Александру Первому. Император одобрил и приказал печатать объявления в Санкт-Петербургских ведомостях. Так стартовался российский сбор средств. Самый крупный денежный вклад в будущий монумент сделал сам император. Большую сумму дала внучка ученого Софья Раевская. Деньги жертвовали ученые, преподаватели университетов, военные, купцы и даже простые мещане и крестьяне. Десять лет продолжался сбор средств на памятник. Всего удалось собрать более 50 тысяч рублей. Скульптура, венчающая памятник, изображает Ломоносова в полный рост, одетого в античную тогу, стоящего на полусфере. Ученый представлен без парика, с короткой стрижкой. Правая рука поднята, а левая он держит лиру, на которой изображен вензель императрицы Елизаветы. Лиру подносит Ломоносову гений, коленопреклоненный, обнаженный юноша с крыльями. Памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову по постановлению Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года был включен в список памятников искусства, подлежащих окране, как памятники государственного значения. Еще один памятник выдающемуся человеку, уроженцу Архангельской области. 8 мая 2010 года, накануне юбилея Победы, на набережной Северной Двины был открыт памятник адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову. Монумент, бронзовая скульптура адмирала Кузнецова на постаменте возводился на пожертвование жителей Архангельска и был установлен на набережной Северной Двины, на пересечении с улицей Садовой у Арктического морского института. Памятник обращен лицом к Северной Двине, и это очень символично, ведь Николай Герасимович Кузнецов всю свою жизнь посвятил морю. Слова на памятнике «принимаю ответственность на себя» как нельзя лучше символизируют подвиг адмирала. В июне 1941-го он самостоятельно, не дожидаясь приказа главного командования, привел весь флот в состояние боевой готовности. Именно поэтому в первые месяцы войны потери на фронте были минимальны. За это самовольное решение адмирал долгое время был в опале. Высота бронзового монумента более 6 метров, из них сама фигура флотоводца 4 метра 30 сантиметров. В основании памятника заложена капсула с землей с родины адмирала. Это Котловский район Архангельской области. Кузнецов Николай Герасимович. Советский военно-морской деятель, адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр, герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 2 и 4 созывов. Кузнецов родился 11 июля 1904 года в семье крестьянина деревни Медведки, ныне Котловского района Архангельской области. Николай Герасимович Кузнецов – самая яркая личность среди флотоводцев нашей страны в 20-м столетии. Похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбиси в 1974 году. Памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, установлены во многих городах России и Европы. Памятники – это дань уважения людям, которые оставили свой след на земле, которые отдали свою жизнь на благо народа и страны. Памятник – значение этого слова говорит само за себя. Хранить память. Память о тех, кто не вернулся домой. Монумент Победы. Торжественная закладка памятника состоялась 9 мая 1965 года, в день празднования 20-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. А торжественное открытие на площади мира состоялось 9 мая 1969 года. Авторы – скульптор Валентин Михалёв, скульптор Юрий Чернов и архитектор Вадим Киберев. Основной частью монумента является остроконечная стелла из монолитного бетона высотой 19 метров и с основанием 13 метров. Олицетворяющее склонённое знамя. Возле стены в почётном карауле застыли отлитые из бронзы фигуры защитников Родины – моряка, женщины, воина и солдата. Высота фигур – 4 метра 50 сантиметров. В арке, прорезающей основание стеллы, установлена бронзовая чаша, в которой горит вечный огонь славы – огонь памяти героев, отдавших жизнь за Отечество. Вечный огонь – материализованная минута молчания. Вечный огонь – это память о северянах, кто своей жизнью заплатил за победу. Памятник защитникам Советской Родины в 1941-1945 годах установлен в 1969 году. Здесь у Вечного огня проходят парады частей Архангельского гарнизона в День Победы и в День Военно-Морского Флота. Еще один памятник, посвященный Великой Отечественной войне – памятник Соловецким Юнгам или Юнгам Северного Флота. В 1942 году по приказу наркома ВМФ СССР Николая Герасимовича Кузнецова на базе учебного отряда Северного Флота была создана школа Юнг. За три выпуска Соловецкая школа дала флоту свыше 4000 квалифицированных специалистов. Более 1000 мальчишек погибло в боях за Родину. Юнга Лев Вахромеев написал в своих стихах «Соловецкие юнги, наши мальчишки русские, Ваши плечи по-детски худые и узкие, Заслонили просторы родной нам России, Будьте вечно героями, будьте вечно живыми». В память всем молодым юнгам, погибшим во время Второй мировой войны в 1993 году был возведен бронзовый памятник «Соловецким юнгам». Автором проекта является Ваги Сагаян. Образ памятника довольно эмоциональный. Архангельск был не зря выбран городом возведения подобного памятника, поскольку именно здесь проходил набор молодых мальчишек в Соловецкую школу. Молодые радисты и рулевые воевали на кораблях всех флотов и флотилий страны, хотя им не было и 20 лет. Юноша в матросской форме стоит, слегка нагнувшись, на пружине в плечи и крепко сжав кулаки. Ветер поднял гюй с его форминки. Вся фигура выражает страшное напряжение. Идея создания памятника принадлежит самим юнгам. Среди выпускников Соловецкой школы юнг были такие известные люди, как писатель Валентин Пикуль и певец Борис Штоколов. Место для памятника выбрали автор скульптуры и бывший юнга Ким Кузнецов. Памятник Соловецким юнгам находится на пересечении набережной Северной Двины и улицы Карла Маркса. В Архангельске на набережной Северной Двины стоит необычный памятник, совсем новый. Был открыт он 29 августа 2015 года. Памятник участникам северных конвоев. Сооружение состоит из стены, которые воплощают морскую блокаду, через которую прорывались моряки. Корабля, который преодолевает блокаду и словно идет в иное измерение, символизирует уход на небо умерших душ моряков. Скульптура сделана из бронзы и установлена на гранитном постаменте. Памятник высотой 2 метра находится на набережной у площади Мира. Автор – скульптор Сергей Сюхин. Памятник Тюленю-Спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда. В преддверии 65-летия Великой Победы 6 мая 2010 года на площади Мира в Архангельске состоялось торжественное открытие памятника Тюленю. Инициатором установки памятника стала общественная организация «Дети, опаленные войной». Автор памятника – скульптор и архитектор Игорь Скрипкин. Тюлень по праву был увековечен в памятнике. Мясо и жир этого животного, добываемое в Баренцевом и Белом морях, помогли выжить в голодные военные годы не только архангелогородцам, но и ленинградцам. Ведь по дороге жизни провиант отправляли и в блокадный Ленинград. Мясо и жир тюленей спасли от голодной смерти тысячи людей. В Архангельске есть памятники не только посвященные Великой Отечественной войне, но и много других. Например, памятник северному сказочнику Борису Шергину. Памятник работы архангельского скульптора Сергея Исюхина был торжественно открыт 21 сентября 2013 года. В самом центре Архангельска на пешеходном проспекты Чумбарова-Лучинского. Памятник возведен за счет средств архангельских меценатов. Это первый монумент писателю-сказочнику, установленный в России. Старец сидит на краешке стула и сказывает Былину о крае поморском. Босыми ногами он впитывает силу северной земли. Вокруг писателя оживает сказочный мир. У ног его бегут по бурному морю поморские суденышки. Горделиво высятся деревянные избы и храмы, поля, леса, реки да бескрайние дали. Художник Сергей Сюхин предложил городу необычный памятник Степану Григорьевичу Писахову. Сказочник невысокого роста старичок идет по стилизованным деревянным мосточкам в самом центре города и протягивает для приветствия руку каждому, как старому знакомому. В руках Писахова сетка с рыбой, у ног трется кот, выпрашивая угощение. Возможно, не один россиянин хотел бы пожать руку Писахову, подарившему нам сказки. Такая возможность теперь есть у каждого архангелогородца и гостя нашего города. А этот памятник, выполненный в бронзе, изображает Сеню Малину, от имени которого ведет свой рассказ Степан Григорьевич Писахов «Верхом на огромном налиме». Сюжет памятника воспроизводит известную сказку о том, как Сеня Малина выскочил из проруби верхом на налиме. На голове у Сени шапка-ушанка, одет он в тулупчик, а на ногах подшитые вручную валенки. Таких теперь нигде не увидишь. Памятник называется Архангельский мужик. Памятник архангельскому мужику Сене Малине, герою сказок Писахова, установлен в 2009 году и находится на проспекте Чумбарова-Лучинского. В 2022 году в Архангельске на набережной Северной Двины появились сказочные персонажи в бронзе. Каждый хранитель важного символа региона и называются они кудесники. Первый кудесник – хранитель птицы счастья, второй – алмаза, а третий стала девочка-кудесница с глиняной свистулькой. Бронзовые скульптуры высотой до 40 сантиметров выполнила Ольга Сагаконь. Кудесники – подарок городу от акционерного общества Севералмаз в год 30-летия компании в честь 85-летия Архангельской области. Памятники являются украшением города, формируют его неповторимый облик. Именно памятники и городская скульптура чаще, чем улицы и дома, становятся символами города, их визитными карточками. Скульптура на улицах может рассказать о символах города, его памятных датах, традициях, отношении горожан к своей истории и культуре и даже их чувстве юмора. Мы не смогли вам рассказать о всех памятниках города Архангельска. Напрогулявшись по улицам нашего города, вы увидите много интересных памятников. Благодарю за внимание! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова